Кстати, интересная подробность, связанная с сербским защитником Спартака. Рассказал об этом в интервью программки. Официальный сегодняшний игре, ну вот первый игревой фактический момент у Спартака сейчас был. Отличная передача Александра Самедова с правого фланга. И игра на опережение. Но он не попадает в дальний угол в этом прыжке Зе. Довольно-таки серьезный промах, но хороший момент. Хороший момент, и вот Юрченко показывает, что ему хотелось бы более пускать довольно много ошибок в передаче. Такой игрой Тосну удивить невозможно. Ещенко вовремя подставил спину сейчас Нуну Роше. Луис Адриано. И красиво катит, пяточка играет Самедов. Оф, какая комбинация. Это была интересная у Спартаковцев в атаке. Но в итоге мяч в руках Давида Юрченко. С начала этого года Давид Юрченко отбывал дисквалификацию. Два матча он просидел в резерве. Неплохо достаточно выглядел Михаил Апарин, его сменщик. В тех матчах, которые... Это если бы после проигрыша Локомотива, Спартак выскочил бы на поле и сразу бы забил несколько мячей в первом же тайме. Фернандо не боится так подкатываться, это, конечно, поразительно. Имея уже карточку, двумя ногами сейчас атакуют помощника главного арбитра Игоря Демешко, футболисты Тосно. И как бы сейчас Спартак не оставил преимущество, численное своим гостям. Квинси. Где Квинси? Вот сейчас мы видим подкат. Но это, безусловно, карточка. Вот надо вещи своими именами назвать. Это карточка. Зачем Фернандо на такие вещи решается? И сейчас просто везет Спартаку. И, конечно, козырь получают люди, которые утверждают, что есть некое потворство в этой команде. В таких вот решениях арбитражных. Но сегодня Фернандо не в лучших кондициях, поэтому Юрченко так спокойно готовится к удару. О, пожалуйста! Кондиции, не кондиции! На последней минуте! На последних даже секундах! В уже компенсированное время первого тайма Фернандо исполняет самого себя. Камео! Только Фернандо так умеет. В нужный момент, когда все не очень хорошо, он просто берет мяч и забивается штрафного. Потрясающий гол! Центрального полузащитника Спартака. И вот Юрченко теперь он это пережил. Последний раз в последнем домашнем матче против Хабаровского СКА Александр Догнев. И вот таким же образом, только уже на последней минуте игры не сумел вытащить. Но как это можно вытащить? Он бьет в дальнюю девятку, в ближнюю девятку. Он бьет потрясающе! Посмотрите, как летит мяч. Это неотразимо! Фернандо! Кений штрафных! 1-0. Павел Спартак. Буквально через минуту. Да, сейчас подает угловой Квинси. Мяч летит в штрафную площадь. И здесь выше всех прыгает! Потрясающе совершенно Луис Адриану, но прыжок Давида Юрченко каков! Потрясающее спасение капитана Игалкипера Тосно! Как он завис! Спотнятый вверх рукой! Не сумел смахнуть этот мяч, но и быстрее всех опомнился Раде Дугалич. Подскочил и исключил всякую возможность добивания. И по летатам, кстати, тоже был неподалеку. Еще один, чего пускать против Спартака, как не человека с армейским крошком. Да, причем это замена еще и не по позиции, а замена усиливающей атакующей качества. Но вот момент! Еще раз спасает ворота Юрченко после удара Луиза Адриану! Два самых красивых сейва сегодня капитан Тосно! Часть времени против бразильцев и против французов. А вот сейчас потери мяча Луисом Адриану свистка нет и устремляется в контратаку Тосно. Это может быть очень опасно. Погребняк с мячом бьет дальний угол! Было ли касание у Селихова? Показывает судья, что... Не было ничего, у Фернандо есть разговор к судьям. Потому что не понравилось им, что свистка не прозвучало в момент, когда падал Луиз Адриан. И замена! Александр Самедов вступает в свое место Роману Зобнин. Луиз Адриану тут разговаривает, я смотрю, с помощником главного судьи. Это значит, что у него уже очень неплохой русский. А к чему тут являться, собственно говоря? Луиз Адриану выходил языковую практику еще в шахтере. Так что он знает, как и что говорит. Вот здесь еще раз смотрим момент. Наверное, выглядит он как... Игровой. Судей с точки зрения. Ещенко. За боковой бросает. Зе Луиш. Его придерживаем. Андрей Буйлов. И с этой точки... Был в этот момент Спартаку не потерять мяч. Зе. Выцерпал этот мяч. Зе Луиш идет на Буйлово. Выкатывает Глушакова. Глушаков. Квинси бьет. Как самоотверженно действует Рады Дугалич. Мяч нового Квинси. Финтами. Убирает. Буквально раздевает защитника. И Луиз Адриану. Все-таки забивает. Альтамину Юрченко с третьей попытки. Фаноль. Луиз Адриану. Какой трудный мяч. Да. Все, что могли, делали защитники Тосно. И вратарь капитан команды. Посмотрите, здесь, конечно, очень здорово мяч, наверное, без умысла. Глушакова прокатился на Квинси. А потом Квинси. Тимофей Маргасову просто переиграл. Давайте скажем, довольно мягко. Убрал его своего пути и выкатил мяч сюда, где не так-то просто было Луизу Адриану, потому что Галиулин пытался ему помешать. Но все-таки, несмотря на касание, а может быть, как раз благодаря касанию ноги Галиулина, мяч поменял немножко направление, попал в локоть Юрченко. И вратарь Тосно не сумел его остановить. 2-0. Ну и с Адриану, вслед за Фернандо. Именно в таком порядке они в первом тайме получали. Ну вот теперь появляется на поле Резиуан Мирзов. Он будет играть, естественно, в нападение больше, чем в защиту. А пока... А пока момент, из-за которого Александр Селихов просто за голову хватается. Давайте смотреть еще раз. Илья Кутепов и Павел Погребняк. И это пенальти. Ну-ка. Такое ощущение, что болельщики даже не сразу осознали, только сейчас. И это никто не осознал. Но это просто, видимо, такая часть программы, шоу. Погребняк должен забить Спартаку. Посмотрим, получится ли. Бьет Погребняк и забивает Спартаку. Все, этот мяч он точно забирает себе на память. Есть такие люди в нашем футболе. Артем Дзюва, Павел Погребняк. Которые любят забивать Спартаку. Во что бы то ни стало. Но вот мы говорили о том, что это равновесие должно было нарушиться. Да? Шестой гол Павла Погребняка в ворота Спартака. Наверное, здесь повод был поставить 11 метров. Потому что правая рука Илья Кутепова лежала на плече Погребняка. К удару уже никаких вопросов здесь нет. Четко развел вратаря. И мяч 2-1. Спартак по-прежнему ведет, но пропустил. Пропустил Спартак. Центрального защитника со смещением небольшим к правому флангу в атакующих позициях. Роль примерно соответствующая роли Квинси. На левом крае. Вот сейчас Квинси прорывается. Штрафная передача. Ииии! Момент! Для которого выходил на поле Лоренцо Мельгарехо. Только что мы видели. Невероятный пас в очередной раз от Квинси. Одной голевой он уже снабдил сегодня Луис Адриано. Но вот здесь, прямо перед воротами, был парагваяц. Как он не попал. Фантастика абсолютная. Потому что, да, мы же понимаем, 3-1.